Всем привет, с вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. На этот раз несколько слов о результатах российского кинофестиваля авторского кино Кинотавр 2021 года, который проходит ежегодно в городе Сочи. С 18 по 25 сентября жюри под председательством актрисы Чулпан Хаматовой в составе продюсера Петра Анурова, режиссера Петра Буслова, сценариста Олега Маловичко, киноведа Лилия Немченко, оператора Юрия Никогосова и актера Петра Федорова объявила результаты киноконкурса. За призы соревновались 15 полнометражных картин, 6 из которых дебюты. Приз за лучшую оригинальную музыку к фильму «Медея» получил Алексей Ретинский. Критики высоко оценили работу режиссера Александра Зельдовича, автора главного фильма «Нулевых Москва», который снимает очень редко, но всегда чутко передает настроение времени в своих фильмах. «Медея» – древнегреческая трагедия в антураже высшего света современного отечественного столичного города. Евгений Цыганов и грузинская актриса Тинатин Далакашвили, скорее всего вы знаете ее по фильму «Звезда» Анны Меликян, разыгрывают новую версию глобальной вневременной истории. Добавим, что в фильме вы услышите три языка – русский, английский и иврит. Приз за лучший сценарий в фильму «Капитан Балконогов бежал» получили Алексей Чупов, Наташа Меркулова и Марат Таниель. Картина участвовала в основном в конкурсе Венецианского кинофестиваля от России, а на Кинотавре также получила приз зрительских симпатий. Это холодящая кровь притча о палачах 1937-го, которая становится еще более жуткой и актуальной из-за событий в новейшей России. Юрий Борисов, который очень плодотворно поработал в этом году, играет прилежного сотрудника правоохранительных органов, который сам попадает под молот безжалостной системы и отправляется в сюрреалистические бега с надеждой спасти свою душу. Специальный диплом жюри в жиссеру Наталье Кудряшовой за ее фильм «Герда». В своем дебюте и тоже на Кинотавре она уже обращалась к теме специфических российских психологических травм в фильме «Пионеры. Герои». Главная героиня нового фильма Лера, студентка социологического факультета из провинции, видит прекрасные сны, но зарабатывает на жизнь стриптизом. И нас вновь ожидает постепенное слияние сновидений и реальности магического российского социального реализма. Приз имени Даниила Дендурея за лучший дебют получил голливудский оператор, который снял свой первый фильм «Роман Васьянов» за картину «Общага». В основу положен роман Алексея Иванова «Общага на крови». Действие происходит в России 1984-го. Внезапное трагическое событие переворачивает жизнь приятелей и студентов. История о дружбе и предательстве, страстях и любви. Мире, где ожидают падения и подвиги. Награды же за лучшую мужскую роль получил актер Павел Деревянко за работу в фильме «Подельники». Режиссер документального кино Евгений Григорьев снял свой дебютный игровой «Полный метр» по автобиографической истории своего детства. В ней 10-летний мальчик решает отомстить безнаказанным злоумышленникам за своего самого близкого человека. Местом съемок выступил Пермский край. Критики усмотрели парадоксальное переплетение всевозможных местных мифологических систем – язычества, христианства, тюремных понятий и постсоветского культа Великой Отечественной войны. Лучшим режиссером был признан Владимир Мункуев, представивший свой фильм «Нучча». Эта психологическая драма снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского и уже была удостоена гран-при в секции «Восток-запад» на кинофестивале в Карловых Варах. Место действия – Якутская область, конец XIX века. Семья со своей трагедией пытается выжить в суровой тайге. По приказу местного князя к ним в дом поселяют русского каторжника. Как найти общий язык с человеком, который начинает вести себя, словно хозяин дома. Этническое кино о современности и вечной внутренней колонизации, по словам автора. И, похоже, этот фильм станет одним из главных в этом году. «Нуча», кстати, означает «русский» по-якутски. А главный приз получил фильм «Море волнуется раз» Николая Хомерики. За этот же фильм в номинации «Лучшая женская роль» приз достался Ольге Бодровой, дочери погибшего актера и режиссера Сергея Бодрова. Документальный фильм «О нем нас других не будет» Петра Шепотника открывал кинотавр в этом году. Нас ожидает артхаусное эскапистское зрелище, к которому вновь возвращается режиссер после упражнений в жанровом кино. Влюбленная молодая пара, живущая в заброшенном доме у леса, встречается со своим отражением взрослой парой. По отзывам посмотревших картину кинообозревателей, здесь встретим поэтичное визуальное воплощение переживаний отношений между мужчиной и женщиной в стилистике Тарковского и Сокурова, основанные на собственном опыте режиссера. А на этом у меня все. Не пропускай видео, я всегда помогу узнать о хорошем кино. А для этого подпишись на канал Кинотрафик, поставь колокольчик и лайк. С вами была Ольга Сергеева, до следующего выпуска!